Перед включением стабилизатора обязательно убедитесь, что на него установлена техника и что эта техника отбалансирована. Зажмите кнопку включения питания на рукоятке стабилизатора. Стабилизатор начнет работу. Подключите камеру к стабилизатору при помощи Wi-Fi или при помощи кабеля из комплекта. Нажмите кнопку записи для начала процесса видеозаписи. Нажмите кнопку записи еще раз для остановки процесса видеозаписи. Нажмите кнопку фотосъемки для съемки фотографий. Дважды нажмите на функциональную кнопку возвращения стабилизатора в первоначальное положение. Движением камеры можно управлять при помощи встроенного джойстика. Нажмите на многофункциональное кольцо для смены его рабочего функционала. Колесо можно использовать для управления различными параметрами стабилизатора. Движением по оси панорамирования, наклона или крена можно управлять независимо друг от друга непосредственно при помощи многофункционального кольца. Таким образом можно тонко настраивать положение горизонта или производить другие настройки положения камеры на стабилизаторе. Основное назначение функционального кольца – использование вместе с приводом фокусировки, который сопрягается с гребенкой на объективе, позволяя тем самым управлять кольцом фокусировки непосредственно с рукоятки стабилизатора. Режим блокировки – Lock Mode Направление объектива камеры остается неизменным вне зависимости от того, каким образом перемещается стабилизатор. В этом режиме вращение камеры заблокировано. В режиме отслеживаемого панорамирования – Panning Mode – оси вертикального наклона и крена заблокированы, но камера повторяет движение рукоятки стабилизатора по оси панорамирования. В режиме следования – Pan-Tilt Mode – ось крена заблокирована, но камера повторяет движение рукоятки стабилизатора по оси панорамирования и по оси вертикального наклона. В режиме следования по всем осям – All-Follow Mode – камера повторяет движение рукоятки стабилизатора по всем трем осям. Положение камеры по осям панорамирования или вертикального наклона можно задать вручную при работе в режиме блокировки или отслеживаемого панорамирования. Наклоните камеру под нужным углом и удерживайте ее в течение секунды для закрепления необходимого положения. Смахните по экрану справа налево для доступа к расширенному меню съемки. Режим съемки Inception позволяет получить творческий эффект при съемке, вращая камеру вокруг оптической оси объектива. При этом камера может быть направлена как горизонтально, так и вертикально. Режим автопортрета разворачивает камеру объективом к оператору для съемки самого себя. Режим автопортрета прекрасно подходит для ведения видеоблога. Режим вертикальной съемки будет недоступен до тех пор, пока рукоятка стабилизатора не окажется в горизонтальном положении. Нажмите на значок режима вертикальной съемки Portrait. Камера автоматически будет развернута в портретную ориентацию. Этот режим прекрасно подходит для создания контента для социальных сетей, Instagram и других. Режим таймлапса в движении Motion Timelapse. Соедините камеру со стабилизатором при помощи кабеля из комплекта поставки. Войдите в меню настройки времени съемки Time Setting. Настройка поворота камеры по осям панорамирования и вертикального наклона влияет на общее время съемки таймлапса в движении. Значения поворота могут быть идентичными для всех осей при съемке простого таймлапса, но могут также и отличаться. Это зависит от того, каким вы видите конечный результат ваших съемок. Установите временной интервал между снимками. От него зависит, сколько времени будет проходить между командами на спуск затвора. Параметр Dual отвечает за время, в течение которого камера будет ожидать перед командой на спуск затвора. И этот параметр полезен тем, что позволяет стабилизатору установить камеру неподвижно перед съемкой очередного кадра таймлапса. В этом меню можно задать параметр исследования камеры. Вы задаете начальную и конечную точку движения камеры при съемке таймлапса. И TLS это путем ручной установки положения камеры. Съемка таймлапса начнется автоматически. Смахните пальцем слева направо для входа в меню управления параметрами камеры. В зависимости от используемого оборудования другими параметрами камеры также можно управлять напрямую с рукоятки стабилизатора. Например, устанавливать значение ISO или экспокоррекции. Зажмите многофункциональное кольцо для перехода в режим управления камеры. Вращайте кольцо для управления цифровым зумом. Функционал управления параметрами камеры может различаться в зависимости от модели используемой техники. Посетите сайт Manfrotto.com для проверки совместимости. Рукоятка Manfrotto со встроенным пультом дистанционного управления позволяет удаленно управлять движением стабилизатора. Например, силами второго оператора, в то время как первый оператор сосредоточен на кадрировании и следовании за движением объекта съемки. Зажмите кнопку ON для включения питания рукоятки дистанционного управления. Для установки соединения со стабилизатором нажмите кнопку SETTINGS на боковой стороне рукоятки. Поверните джойстик направо для входа в меню Настрой – SET меню. Еще раз поверните джойстик направо и выберите пункт сканирования Bluetooth – BLE Scan. Выберите нужный стабилизатор из списка устройств для соединения. Камера на стабилизаторе может повторять движение руки оператора, в которой находится пульт, благодаря встроенным в пульт датчикам ориентации на расстоянии до 15 метров от стабилизатора. Включите работу датчиков ориентации, зажав функциональную кнопку на рукоятке с пультом дистанционного управления. Теперь при движении рукоятки в пространстве камера, установленная на стабилизатор, будет следовать за движением руки оператора с рукояткой с пультом дистанционного управления. Рукоятку можно присоединить к стабилизатору при помощи аксессуаров из комплекта поставки. Функционал рукоятки будет полезен при работе со стабилизатором в режиме подвеса. Посетите сайт manfrotto.com для проверки совместимости оборудования.